650 соглашений и крупные сделки на 3 триллиона рублей. Таковы предварительные итоги Санкт-Петербургского экономического форума. Среди ключевых тем его деловой повестки – инвестиционный и инновационный потенциал регионов. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Друзья, берите, угощайтесь. Попробуйте импортозамещение на вкус. Пять лет назад в стране было введено эмбарго на продукты из-за рубежа. И такие меры местным производителям пошли на пользу. Российские сыровары заместили большую нишу на рынке. Пармезан из Московской области ничуть не хуже французского. Вы сейчас едите пару кусочек и почувствуете прилив сил. И весь форум будете ходить заряженной энергией чемпионского сыра. Да, это пвердый, это полпвердый. А это новинка российского автопрома. Представительский седан «Аурус» выпускают на московском заводе «Нами» в кооперации с другими предприятиями страны. Будучая промышленности за роботизированными цехами. Искусственный интеллект помогает выполнять самые сложные задачи. А вот такие промо-боты приходят на замену музейных гидов, администраторов и консультантов. Могут дать ответ почти на любой вопрос. Что ты знаешь о Чувашии? Красавчик. Знаю то, что нужно знать. К выставке инноваций большой интерес проявляют зарубежные гости. Российские предприятия, вопреки санкциям, увеличивают объемы экспортных поставок. Ключевым торговым партнером Чувашской республики выступает Сербия. Очень хорошая перспектива сотрудничества Сербии и России в области инноваций и цифровизации. А в том числе надо отметить Чувашию, как регион, который имеет лучшие электротехники не только в России, но и в СНГ и одной из лучших в Европе. На форуме дали старты крупному инвестиционному проекту. На Химпроме в ближайшие годы наладят выпуск пероксида водорода. Сегодня подписали кредитный договор с Европейским банком по финансирую проекта «Перекись». Это большой проект, который позволит фактически удвоить выпуск продукции Химпрома и удвоить его прибыль. Сейчас новый тренд в мире – это зеленая химия, уход от хлорной. В пищевой промышленности сейчас планируется использование перекиси для дезинфикации тары. Бизнес должен включиться в работу по реализации национальных проектов. Такую задачу властям регионов поставили в правительстве страны. Первые итоги майского указа президента также обсудили на форуме. Сегодня, мне кажется, пригласили и регионы. Сегодня важно все это вовлечь региональные власти. Поставлено тоже целевой ориентир для суперектов Российской Федерации. Что для этого нужно? То же самое – принять свои национальные проекты, региональные проекты. И создать условия для того, чтобы экономика, приниматели почувствовали изменения. Лучше работать наши институты должны и контролирующие органы. Чтобы реализовать национальные проекты, в республике привлекут порядка 77 миллиардов рублей. Почти половина из этой суммы – инвестиции и бизнеса. Еще одна важная задача – реформа обращения с отходами. Глава региона отметил, что в ближайшие годы рекультивируют еще четыре закрытые свалки. В муниципалитетах возведут станции по перегрузке мусора. Полигон, который мы сделали по всем нормативам Санпин-требований, природоохранной прокуратуры, он работает практически на 50 лет. Гарантия, что твердые коммунальные отходы со всей территории республики будут вывозиться туда и храниться будут там. Понимание было у всех органов государственной власти, органов местного самоуправления. И всех тех общественников. Мы ответственно работали и будем работать. И то поручение, которое президент сделал, свое волевое и ответственное решение, я благодарен от жителей Чувашьей республики. Отдельные вопросы сейчас сняты. На полях форума Михаил Игнатьев провел и ряд переговоров. С председателем Совета директоров «Газпрома» глава региона обсудил платежную дисциплину потребителей голубого топлива. С президентом организации «Деловая Россия» – меры поддержки бизнеса. С руководителем Волга-Вятского банка дальнейшую реализацию программы предоставления финансовых услуг в электронной форме. В деловой программе и рабочие встречи с губернаторами субъектов. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика из Санкт-Петербурга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова